Предолимпийский настрой сейчас и у другой сборной, вокальной. Сводный детский хор России дал свой первый концерт в Мариинском театре. Его участников, а их без малого тысяча, искали по всей стране, под руководством маэстро Валерия Гергиева. Таких масштабов новая сцена Мариинки еще не видела. Но настоящее испытание предстоит пройти самим юным исполнителям. В финале зимних игр хор исполнит прощальную песню. Наталья Дубровская пыталась узнать, какой именно. Несмотря на многочасовые репетиции, они веселы и задорны. Последние минуты перед концертом. В закулисье суета и волнение. Здесь лучшие детские голоса страны. Но от выдержки и самообладания тоже многое зависит. Кто-то опасается за свой вокал. Голос будет дрожать. Кому-то неуютно на большой сцене. Когда спрашивают по одному, одному очень страшно петь, и поэтому сложно. А у кого-то напротив железные нервы. И уверенность, что в самом большом сборном хоре России никто не подведет. Просто не надо волноваться. Надо быть собой. И вот этот момент. Впервые на новой сцене Мариинского театра выступает тысяча хористов. Их искали по всей стране. Отбор был неимоверно сложен. Ведь в этом коллективе хотели представить все регионы России. Так на одной площадке оказались не только юные певцы из больших городов. Почти половина детей из глубинки. Села деревень, Дальнего Востока, Чукотки, Магадана. Так далеко от дома они еще никогда не уезжали. Все национальности, все конфессии, все регионы поют вместе. Никто не выделяется. Потому что поют ровно так, как должны петь по тембру и по голосу. То есть разные голоса. И достигая этой гармонии, дети получают какое-то величайшее счастье. Это выступление как проверка перед самым ответственным событием. Хор отправится на Олимпиаду. И закроет спортивный праздник исполнением музыкальной композиции. Какой пока секрет. Возможно, одно из тех, что звучат на концерте в Мариинском. Эти песни знакомы нескольким поколениям. Репертуар зал встретил на ура. Буквально оглушив певцов аплодисментами. И люди на большой планете должны всегда дружить. Должны всегда смеяться дети. И мы в нам в мире живем. Вообще, вокруг того, что именно должны петь дети в Сочи, было много споров. Предлагалась даже песня на английском языке. Но эту идею все же отвергли. Хор представляет Россию. А значит, должен быть и язык русский, и национальный колорит. Они познакомились меньше недели назад. И уже успели спеться. Валерий Гергиев оценил потенциал коллектива из-за дирижерского пульта. Хор бесподобно звучит вместе. А краски многоголосие добавляют небольшие группы певцов по отдельности. И все это под безупречное сопровождение оркестра Мариинского театра. Я почему-то думаю, что все, кто сегодня попали на этот концерт, запомнят этот концерт надолго. Это огромное впечатление. И слуховое, и зрительское впечатление будет огромным. Потому что выглядит великолепно этот коллектив. Просто выглядит великолепно. Особенно в этом новом театре. Накануне хор услышал президент. Владимир Путин появился на генеральном прогоне. Глава государства не уставал удивляться. Не могу понять, как их можно организовать для репетиции. Вот сейчас как раз будет репетиция. С вашим помощью. Уже первый шаг уже сделал. Помните год назад совет по культуре? Мы заговорили о том. Я помню, но мне казалось, что это трудно реализуемое. Между репетициями им успели показать город. Большинство хористов никогда не бывали в Петербурге. И вот жемчужина зодчества, Эрмитаж. Впечатлений, кажется, хватит на всю жизнь. Это просто классно. Классно, офигенно. Она вся из золота. Золотая, прям вау, круто. Этот масштабный детский хор первый, но не последний. Создание коллективов на тысячу голосов планируется в каждом регионе страны. И это вовсе не мечта. По крайней мере, в этом твердо уверен маэстро Гергиев. Наталья Дубровская, Михаил Холкин и Сергей Васильев. Пятый канал. Продолжение следует... Продолжение следует...